В России хотят создать гражданский вертолёт, которому нет равных. Он заменит старый Ми и даже новый К. Его скорость будет 700 км в час. Заказ на разработку разместило Министерство промышленности и торговля на сайте госзакупок. Стоимость проекта 1 миллиард рублей. Срок сдачи 2017. Кроме этого, конкретики у проекта никакой сейчас нет. Ни фотографий, ни характеристик. Но мой коллега Артур Матвеев решил прямо сейчас проектировать этот чудо-вертолёт будущего. Вертолёт, летающий со скоростью 700 км в час, ну что-то из области фантастики. Рассмотрим всю линейку современных вертолётов России. От тяжеловеса Ми-26 до лёгкого ансады самого современного К-62. Всего 8 реально существующих моделей. Их средняя скорость чуть больше 250 км в час. Мы берём при этом только гражданские вертолёты. Ну и скорость, в общем, сопоставима с военными. А порой даже бывает, что и выше. Самый стремительный современный из них это как раз К-62. Посмотрим на него повнимательнее. Есть пятилопастный винт, два двигателя. Больше 13 метров он в длину. Примерно 5 метров в высоту. Внутри находятся два пилота, 15 пассажиров. Но в строении винтов применяются пластиковые композитные материалы в соотношении с металлом 50 на 50. За счёт сигаровидной выигрышной с точки зрения аэродинамики формы разгоняются до 310 км в час. Но это максимум. Крейсерская скорость ниже. И уж, конечно, до 700 км не разгонится никогда. Так что же мешает? Ну, прежде всего, винт. Вот так он выглядит у вертолёта. Меняется лишь количество лопастей. Обычно винт высоко выдается над корпусом. Лопасти сделаны из металла. И они относительно тонкие и длинные. Чтобы винт выдержал перегрузки, его нужно укоротить и сделать лопастью вот так, как вы видите, пошире. Это чтобы конструкцию не снесло ветром. А некоторые конструкторы предлагают и вовсе сделать винт складным, чтобы вертолёт смог набрать максимальную скорость. Но вот каким же образом он будет её набирать? Для этого придётся поколдовать над корпусом. Такая форма никуда не годится. Нужно сделать её более приплюснутой и вытянутой, обтекаемой. Вероятно, придётся приделать вертолёту крылья для лучшей аэродинамики. И, может быть, даже срезать вот так вот часть хвоста. Это нужно для улучшения скорости. Но ещё нужно снизить вес, не потеряв прочности корпуса. Поэтому оболочку вертолёта, да и винт, собираем не из металла, а из композитных материалов. То есть из сверхпрочного пластика, например, так. Итак, пришло время испытаний. Специалисты предполагают, в первом варианте вертолёт отрывает от земли турбореактивный двигатель, установленный в днище. Затем вертолёт, включив основной винт, и ещё один реактивный двигатель уже выходит на крейсерскую скорость и улетает. Во второй версии в днище как раз устанавливать ничего не нужно. И поднявшись как обычный вертолёт, то есть на винте, машина уже дальше полетит на двух реактивных двигателях, установленных в корпусе. То есть превратится в гибрид самолёта и вертолёта. Но, кстати, в российской авиации уже есть нечто похожее. Вот К-90. Сверхскоростной вертолёт, не имеющий аналогов, как раз гибрид. Впервые его показали в 2008-м, но, правда, с тех пор дальше опытной модели он не полетел. Хотя всё в нём есть и складывающиеся на скорости в 400 км в час винтов, туристический облик и реактивный двигатель, который разгоняет машин до 700 км. Вот как раз, возможно, главный минус К-90 для гражданской авиации, как видите, в реальности он, может быть, не слишком подходит. Для перевозки пассажиров и грузов маловато. Ну и оценим, что у конкурентов в США тоже разгоняют вертолёты. Вот в 2013-м у них появился Сикурск С-97 Райдер. Здесь американцы впервые применили двухвинутовой принцип. Так уже работают вертолёты на российский, к примеру, Аллигатор или Чёрная Акула, боевые машины. На испытаниях американская машина разогнулась до 486 км в час. Это ниже установленных 700. И отстаёт, в общем, американская модель по многим параметрам от нашего экспериментального К-90. Но делали его американцы под военные нужды, а потому запустить в серийное производство вот его могут раньше, чем российские. Поэтому и когда появится наш сверхбыстрый, что главное, серийный вертолёт, пока не ясно. Срок, указанный в заявке на разработку до 2017 года, кажется всё-таки слегка оптимистичным.